Творчество в наследство. В свои 72 года Надежда Мичурина вышивает картины и вяжет палантины. В гостях у потомственной муромской мастерицы побывала наша съемочная группа. Слово Елене Петровой. Я и гладью могу, и бисером могу, и крестиком могу. Это вот простой крестик. А тут вот двойной, раньше его называли болгарский. И попеть не могу. У меня предки, бабушка, прабабушка, они были, как в старину их называли, белошвейки. И, по-моему, мне от них это все и передалось. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, Надежда Леонидовна обшивает и обвязывает всю свою семью. Желание творить своими руками передалось ей на генетическом уровне, считает мастерица. Да и жизнь помогла найти достойных учителей. Еще будучи ребенком, познакомилась с девушками, которых вывезли из блокадного Ленинграда в Муром. Их человек шесть было в комнате. Они все из блокадного Ленинграда. Они детдомовцы. Комната белая-белая. У них на кровати простыни место покрывал. Они вышитые. На кровати дорожка вышитые. На стене коврики вышитые. И у них все время лежали пяльцы с вышивкой. Всему, что знала о вышивке, Надежда Мичурина охотно делилась с другими. Так, работая гардеробщица в Якимановской школе, научила вязать крючком практически всех девочек-первоклашек. Потом пригласили вести кружок. Они ко мне пришли крючочком вязать. Сидят. Мамы дома нет. Ты почему домой не идешь? Мамы дома нет. Ну, садись у меня. Ну, садятся. Даю крючочек. Они начинают. Покажу им петелки, столбики. Все, начали. И вот сидят. Одна, вторая, третья. Я одной объясняю. Ухожу. Раздевалку открывать, закрывать. И эта девочка объясняет это. И уже двое объясняет другим. Учиться было чему. Картины Надежды Леонидовны с первого взгляда не отличишь от живописи. Техника вышивки становится понятной только при детальном рассмотрении. Все они наполнены светом и словно излучают тепло. Старенькая квартирка, старенький дом. А вот сюда приходишь и как-то на душе легче. Работа ее вообще шикарная. И вот вышивка, и вязание. Я вот смотрю сейчас вот на эту вот картину. Я когда первый раз ее увидела, я подумала, что она написана, картина. А оказывается, это вышивка. Надежда Мичурина и сейчас готова делиться секретами своего мастерства с другими. Планируем к 8 марта создать выставку. Выставку работ Надежды Леонидовны. И работ тех женщин, которые живут у нас в микрорайоне, кто действительно занимается. Будем проводить обучающие курсы у нас в Косе для обучения всех остальных жителей. Потому что кто-то умеет вышивать гладью, кто-то умеет крестиком, кто-то еще какие-то способы вышивки знает. Надежда Леонидовна живет скромно. Порой ей не хватает денег на нитки. Для вышивки она распускает старые вещи. Несмотря на это, свои работы мастерица не продает, а только дарит родным и близким друзьям. Елена Петрова, Александр Барсуков. Новости. Муром. Редактор субтитров А.Семкин